Медицинские информационные технологии сегодня развиваются очень быстро. Объем знаний в области медицины огромен, и врачам, даже ультраспециализированным, крайне сложно накапливать знания, систематизировать их и применять их при контакте с пациентами. Поэтому логично, что медицинские информационные системы являются нашим сегодня одним из главных помощников. И они становятся все более умными. И в настоящее время мы можем говорить о тренде большом развитии систем поддержки принятия решений в медицине. Изначально они были достаточно простыми. Это были различные справочники. При формировании запроса в отношении диагноза система выдавала какую-то информацию врачу в отношении того, какое может быть дообследование, например, согласно стандартам. Это была очень простая информация. Затем появились чекеры лекарственных взаимодействий. Врач мог загрузить схему фармакотерапии в систему. И она выдавала информацию о том, насколько сочетаются лекарства, как может меняться их концентрация, основываясь на стандартных моделях лекарственных взаимодействий. Появились чекеры симптомов. То есть в систему забивались симптомы пациента или какие-то клинические признаки. И она с той или иной вероятностью предполагала клинический диагноз. Это один из трендов развития в медицине. Но, к сожалению, эти системы крайне несовершенны. Безусловно, нам бы очень хотелось их иметь. Они бы значительно упростили постановку диагноза. Но мы упираемся здесь в то, что клиническая симптоматика даже в хорошо известных заболеваниях сильно варьирует. Например, в случае инфаркта миокарда в 30% у пациентов наблюдается атипичная клиническая симптоматика. И мы понимаем, что алгоритмы простые здесь не будут работать. То есть стандартно, если мы загрузим в систему информацию о том, какие симптомы при инфаркте миокарда, то 20-30% эта система будет, вероятно, не распознавать. Системы установки диагноза на основании клинической информации пытаются улучшить за счет использования нейронных сетей различной сложности. Есть и семантические сети, самые разные алгоритмы. Они позволяют улучшить качество в помощи, в установлении диагноза. Но пока что мы слишком далеко от цели. Мейнстримом в развитии систем поддержки медицинских решений являются технологии, базирующиеся на нейронных сетях. Одной из проблем здесь является правило работы нейронных сетей. Гербич ин, гербич аут. Мусор в нейронную сеть, мусор обратно. И вот очень сильно затрудняет развитие этих систем отсутствие правильного сбора информации в отношении того, что происходит с пациентом и отсутствие стандартизированных систем аккумуляции медицинской информации. К сожалению, сегодня доктор в своей голове проводит синтез такого объема информации, самый разный, которую пока что мы полностью не научились перекладывать в машину. И вот если мы сможем каким-то образом наладить интерфейс между пациентом и машиной такого же качества, как может добиться квалифицированный доктор, тогда мне представляется, что уровень систем поддержки медицинских решений взлетит сразу, повысится многократно. Если есть диагноз и известные данные инструментальных исследований, здесь системы могут нам предложить оптимальные пути лечения. Значит, наверное, многие слышали про IBM Watson, одну из такого рода систем. Как Watson устроен внутри доподлинно, никто не знает. Но есть предположение, известна история компании IBM, которая очень долго работала над распознаванием текстов и над правильной обработкой медицинской информации. По всей видимости, оказалось возможным прочитать массив медицинских данных и загрузить их внутрь системы, чтобы она на основании имеющегося диагноза предлагала пути решения почти так же, как доктор. Почему нельзя просто вмонтировать обыкновенные клинические рекомендации внутрь медицинской системы? Потому что знание очень быстро меняется. И если медицинская информационная система не учтет какое-то новое исследование, она будет предлагать медицинские решения намного хуже, чем доктор. И вот системы, подобные Watson, они позволяют включать поверх своего имеющегося знания дополнительные новые источники информации. Но мы понимаем, что эти системы не могут сделать какого-то чуда. Данные, которые они нам предлагают, базируются на клинических исследованиях. Если вы в курсе всех клинических исследований в данной области, то вы будете обладать тем же уровнем знания, что и условный IBM Watson. И в чем он только может быть большим помощником? В том, что врач может далеко не все помнить в отношении той или иной болезни. Такого рода технологии, они развиваются. IBM первые в этом. Но есть другие компании, которые пытаются сконструировать такую же сложную систему, которая, зная диагноз, предлагает какие-то пути решений. Может даже включать новую клиническую информацию. Но пока что эти технологии все-таки недостаточно развиты для того, чтобы их использовать в такой, в открытой, в большой клинической практике. Хотя я думаю, что в течение десятилетий все-таки мы получим такую систему, которая бы предлагала решение не хуже доктора. И, как известно, профессия доктора сегодня стоит в ряду тех профессий, которые уйдут на второй план после появления искусственного интеллекта. Потому что вполне возможно, что он будет принимать более правильные решения, нежели врач, анализируя медицинскую информацию. Тем не менее, что у нас есть уже сейчас? У нас уже сейчас, собственно, в кармане, в смартфоне есть упрощенные такие системы, которые позволяют оценить риск развития каких-то осложнений у определенных категорий пациентов. Это медицинские калькуляторы различные, различные шкалы, которые очень просто использовать в повседневной практике. Они могут суммировать медицинскую информацию и в каком-то очень узком сегменте помогать принимать медицинские решения. Сейчас производители медицинских информационных систем пытаются включить как можно больше элементов системы поддержки медицинских решений внутрь системы. Вот, начиная с самого начала, это как раз симптом-чекеры, затем помощники, которые позволяют предложить простой спектр исследований при тех или иных диагнозах, системы оценки лекарственных взаимодействий и системы для упрощения динамического наблюдения за пациентами с установленным диагнозом. То есть, по сути, они могут быть достаточно простыми. Не обязательно использовать те самые необычные нейронные схемы. Впереди всех сегодня являются специалисты по лучевой диагностике. Прогресс в нейронных сетях огромен, и мы видим, что системы распознавания изображений все ближе и ближе подступаются по качеству суждения о патологии к тому, что говорит радиолог. То есть, если системе указать на то, какой это срез, чего срез, в какой области она может... Мы видим, что системы распознавания изображений начинают уже давать информацию в отношении патологии. Пока что для коммерческого использования доступны достаточно простые варианты, которые позволяют, например, оценить количество и динамику очагов в головном мозгу. То есть, доктор, в принципе, говорит системе, что да, мы сейчас хотим проанализировать конкретно сколько очагов, что с ними случилось. Система не ставит диагноз такая, но она может очень точно посчитать, сколько, какие очертания, обрисовать контуры. То есть, мы видим, что система поддержки принятия медицинских решений очень аккуратно, мелкими шагами подходит, заходит в медицину. Различные параметры работы сердца. Компьютер может посчитать очень точно движение сердца, сам обрисовать контуры левого желудочка и оценить то, что происходит с насосной сократительной функцией сердца. Ошибаются ли они? Да, конечно, в ряде случаев они не очень точно показывают контур, и доктор все равно сегодня является очень важной составляющей в диагностическом процессе. Тем не менее, мы ждем, что все-таки, наверное, тоже в ближайшие 5-7 лет будет все более глубокий здесь прогресс, и при отдельных болезнях или, возможно, при оценке функций отдельных органов мы будем встречать все больше автоматизации в распознавании то или иной болезни или ее оттенка, в степени ее прогрессирования. Особенно это может быть полезно, если мы говорим о динамике развития, когда мы можем сравнить, что было и что стало. Это все software, что называется, а есть еще hardware, есть технологии, которые проникают в операционную. И драйвером здесь были военные, которые хотели создать устройства, такие механические руки, роботов, которые бы позволили помочь военным на поле боя таким образом, чтобы хирург мог оказать им помощь удаленно. Вот, по всей видимости, вот этот расцвет роботов различных, которые мы сейчас видим, да винчи, хирургические роботы, многие пациенты очень хотят прооперироваться именно на роботе. Вот это все, как и интернет, все пошло из военных кругов. Пока что они не могут оперировать без человека, но мы знаем, что в автомобиле Тесла уже может в ряде случаев сама водить. Также и здесь, я думаю, что в течение десятилетий мы получим хирургического робота, который может страховать где-то хирурга. Я не думаю, что он будет сам выполнять хирургические операции, но где-то, как вот есть у автомобилей система контроля полосы, также и робот сможет в каких-то случаях страховать хирурга. Умно-операционная – один из трендов развития сегодня в медицине. И если мы говорим о системах поддержки медицинских решений, здесь все-таки сегодня не роботы главный драйвер, а так называемые технологии фьюжн. Пациент до того, как он попал в операционную, может пройти КТ, МРТ, могут быть сделаны трехмерные карты его тела, в операционной могут быть наложены специальные маркеры на человека, и перед оперирующими хирургами может быть установлена такая трехмерная карта, поворачивая которую, разворачивая ее вместе со столом, на котором лежит пациент. Они могут понимать, где они и в какой момент находятся. И это очень сильно упрощает ход операции. И фактически во многих случаях вот эта умная технология позволяет сегодня даже не делать интероперационное КТ. Если несколько лет назад трендом было наличие аппарата КТ внутриоперационной, были такие гибридные операционные, сегодня это нужно все меньше, потому что вот эти фьюжн-технологии с реконструкцией трехмерной позволяют добиться во многих случаях того же, для чего раньше необходимо было КТ. Хотя системы поддержки принятия решений в медицине очень активно развиваются, они достаточно медленно проникают в современную медицину из-за ее взвешенного консерватизма. Пока что они несовершенны, помогают нам как такие подпорки в определенных местах, но заменить доктора они не могут. Как бы вам не хотели рассказать про это инженеры, они не могут сделать то, что может доктор. Главной проблемой является установление диагноза и реагирование при изменении состояния пациента. Но если диагноз ясен в каких-то технических вопросах, нам эти системы уже сейчас очень-очень сильно помогают. И доктора самых разных специальностей имеют сегодня большое количество элементов систем поддержки медицинских решений, рядом с которыми они ходят, используют в той или иной мере, не используют вообще, но их будет все больше и больше. И я считаю, что их использование это очень хорошо.